Золотая Дорогие друзья, участники, гости нашей большой выставки, которая традиционно уже проводится в Краснодарском крае. Я хотел бы всех поприветствовать, поздравить от имени губернатора Венина Ивановича Кондратьева с открытием этой красивой и, самое главное, насыщенной агро-выставки. Конечно, мы здесь видим сегодня современную технику, современные технологии, решения. Я хотел бы всех поздравить с этим замечательным праздником. Сегодня давно достаточно много посетителей. Погода хорошая, не жаркая. Дождик прибил эту пыль. Поэтому очень тщательно каждому подойти к своим решениям в той или иной сфере и найти правильный путь. Поэтому с праздником, с открытием хорошей водотворной работы. Спасибо! Аплодисменты всех гостей, всех участников! Я приехала сюда просто в связи с изменениями рынка посмотреть на тенденции, то есть что нам ждать в будущем. И я вижу, что, наверное, даже рынок сельхозтехники больше радует, чем до определенного момента вот этого кризиса рыночного. Ассортимент увеличился и приятно порадовало то, что появилось больше местных сельхозпроизводителей техники. Вот это, конечно, радует. Она не стала доступнее, но выбор стал ее шире. То есть заработала местная промышленность, я не знаю, как местные заводы, частные какие-то компании. То есть начали работать в направлении изготовления техники уже российской. Причем очень много техники сейчас изготавливается, практически полностью из российских комплектующих. Вот это вот уже радует. То есть без техники мы не останемся точно. А вопрос приобретения – это уже такой тяжелый вопрос. Ну, я думаю, что рынок расставится на свои места все спустя время. Так что… А выставка замечательная, очень радует, приятно здесь находиться. Организация великолепная. Год для нас был, не скажу, что тяжелый, скажу, что год был интересный. То есть мы почувствовали сильную турбулентность на рынке. То есть у нас ушло ряд поставщиков комплектующих. Нам пришлось потратить время на их замещение. Но и ушло большое количество конкурентов. Поэтому наша техника вызывает интересы у тех фермеров, у тех агрохолдингов, которые исторически сидели на импортной продукции. В целом спад объемов производства мы не почувствовали за счет вот этого замещения рынков. И планы на этот год только самые амбициозные. То есть по плугам в прошлом году мы стали первыми по объемам производства. Эту планку мы планируем удержать. Теперь расширяем парк культиваторов. И новинка – это наш новый дискатор, каток, полчевый уплотнитель. Все это привезли мы в Краснодар. Эта выставка, как всегда, открывает наш сезон. «Технодар» является официальным лидером. Как видите, уже техники «Зумлен». Ну и также вот впервые представлены на выставке «Золотая Нива» на юге Краснодарского края. Это комбайн. Комбайн зерноуборочный. Данный комбайн является роторным. Имеет он, ну что есть, уникальное в своем классе. По подобию тех же самых наших отечественных производителей, также и зарубежных производителей. Наши дружественные люди из Китая, они, можно сказать, сделали свою разработку и придумали такой комбайн. Комбайн имеет мощность двигателя 260 лошадиных сил. Двухроторная система очистки у него. Что еще про него сказать? Бункер у него 7,5 кубических метров. Также он, ну вообще я скажу вам так, что данный комбайн приехал к нам с севера Китая, где у них рисовые чеки, рисовые зоны, где они убирают им рис. Так как, да, комбайн имеет полный привод, гидростатический. Подключаем и отключаем. Я думаю, что для наших южных регионов будет это более интересно нашему фермеру, нашему аграрию. Почему? Потому что, ну не везде, так сказать, поля у нас ровные. Где-то есть уклоны, склоны. И поэтому, ну полный привод для этого нам тоже будет полезен. По комбайн данный привезен к нам сюда, в Россию, для того, чтобы проверить его молотильность сепарирующего устройства. То есть это качество обмолота, какое зерно будет на выходе у нас, то есть какие потери у нас будут за жаткой, за комбайном. Соответственно, ну все технические характеристики, которые заявлены китайцами, будут также тестироваться. Ну скажем так, что данный комбайн будет отправлен у нас в турне по ДЭМ-показам. Это будет Ставропольский край, Краснодарский край, это будет Ростовская область. Ну и соответственно, дальше он будет туда по мере того, какие культуры, где будут убираться. Поэтому будут ездить сервисы самого завода «Зумлеон». То есть это без них, это никуда, ну ничто не делается. Соответственно, сами китайские специалисты, тоже технические их конструктора будут ездить, так сказать, записывать, фиксировать все технические особенности, которые необходимы для нашего агрария. Так что... То есть этот комбайн пока вы ездили в одном экземпляре, да? Это да, это сейчас в России... То есть они массово завезли? Нет, нет, это в России единственный сейчас экземпляр, который представлен на выставке. Это его вторая выставка, первая была в Казани. Он был там представлен в широкой публике. Ну и довольно-таки, скажем так, есть мнение, кому-то что-то понравилось, кому-то что-то не понравилось. Но, естественно, комбайн пока на поле мы не увидим, мы не узнаем, как он будет работать и будет ли он подходить вообще к нам. То есть от того зависит будет, от того подойдет ли он, да? Начнут ли его заводить? Я вам скажу так. В любом случае китайцы сделают все от себя зависящее, чтобы довезти эту машину, хотя бы, чтобы ближайшие наши, так сказать, российские производители, белорусские производители и прочие, хотя бы, чтобы сделать примерно что-то такое. Почему? Потому что рынок у нас здесь комбайнами еще не насыщен. Потребность у всех аграрьев есть в комбайнах, так как сейчас ценовая политика играет свою большую роль. То есть здесь одно из самых главных будет эта цена. Что предоставит нам сам китайский производитель? Какую цену? Ну, так как, судя по, так мы являемся еще дилерами по тракторам ZoomLeon, в той ценовой политике, в которой сейчас есть трактора, я думаю, что комбайн будет примерно в том же уровне, может быть, даже и ниже. Мы успели уже пройти, но в Краснодаре было больше, как бы, комплектующих запчастей, вот, на технику. И, ну, интересная выставка, ну, все на большого товаропроизводителя, все огромное. А нас бы интересовало маленькое, мельче, мельче. Ну, мы мелкое, земли мало, обороты маленькие. Большая техника, красивая, но она не для нас. А сколько у вас земли и что вы выращиваете? Ну, земли у нас 17 гектар. Ну, выращиваем картофель, ну, а так, зерновые, семечку, понемножку. Ну, у нас и теплицы есть тоже, помидоры, огурцы. Ну, вот, есть здесь представленная маленькая мини-техника, но она очень неподъемная. Дорого стоит? Очень дорого. Она же импортная, там, в основном, все. Вот, хотелось бы, чтобы оно немножко было как-то для нас. А то, получается, мы не сможем за несколько лет отбить это все. А так оно же зачем? Ну, на выставке мы присутствуем не первый раз, выставляемся, представляем свои биологические препараты. В частности, сейчас хочу обратить внимание, тут подходят обработки по сахарной свекле фунгицидной, по подсолнечнику. В том числе препараты с инсетим против хлопковой солки на подсолнечнике. Он, так сказать, щадит пчел, не является для них токсичным. Поэтому я, ну, как бы, рекомендую его променять в данном случае. Ну, вообще ледейка биопрепарата у нас большая. То есть биофунгициды, инсектициды, инокулянты для бобовых, микробиологические удобрения. Ну, и проведение таких выставок способствует распространению наших препаратов на благо не только растений, но и людей. Производим мы машину для внесения удобрений сухих и жидких. Производство наше находится в Липецкой области. Обслуживаем мы и оказываем услуги практически по всей стране, в том числе и в Кубанском регионе. Вот, у нас есть машины, на которых мы сами работаем. Вот, этот экспонат, вот, предназначительно для продажи клиентам. Вот. Можно я вам вопрос? Да, можно. Ну, сразу бросается в глаза, что шины очень мощные. Какое давление на почву оказывает этот агрегат? Вот. И в каких условиях можно работать, а в каких уже нельзя, уже слишком влажно? Вот. Очень важный как раз вопрос. Шины не зря такие широкие. Машина начинает работать по поверхности, по почве, когда очень плохие условия. Вода, лужи. Поэтому давление шин минимальное. Проходимость в связи с этим большая. Внесение начинается в ранний период удобрений. Вот, что сказывается на качестве обработки. Все другие обработки, которые проводятся тракторами, они проводятся гораздо позже. Нас приглашают как раз для раннего введения удобрений. Внесение. Субтитры подогнал «Симон»